Мы сейчас в наших платежных документах платим за проведение капитального ремонта. Но где же эти деньги? И новый закон никоим образом не прописывает никаких обязательств федеральных органов власти по старому непроизведенному капитальному ремонту. Жаркое обсуждение на заседании Облдумы вызвало законопроект об организации капитального ремонта. Документ уточнит перечень услуг и работ по капремонту, увеличит срок, отведенный гражданам для выбора системы сбора денег в своем доме. Также будет установлен размер минимального ежемесячного взноса за ремонт. В конечной редакции закона должна быть прописана необходимость наличия у дома паспорта БТИ. Собственники смогут сами принимать работы по капремонту, но только с условием создания совета домов. Также гражданам предоставят возможность выбирать не только управляющую компанию, но и подрядчика. Когда у граждан будет понятие, что это управляющая компания лучше, а это хуже, и они смогут не путем общего собрания, как обычно проводят там не в очной форме, а в заочной, и дальше иногда подтасовываются даже протоколы, а юридическое лицо может уведомить управляющую компанию о расторжении договора и заключить договор с другой организацией. То есть вот это как раз и форма стимулирования. Мы толкаем граждан к этому. К сожалению, пока идет очень туго. Пока вопросов больше, чем ответов. В Думе создана рабочая группа. Список поправок разработали и в правительстве. По мнению спикера Смирнова, разработка этого законопроекта не может обойтись без контроля со стороны общественности. Общественное обсуждение будет организовано в рамках временной рабочей комиссии, которая создана моим распоряжением в Ивановской областной Думе. Порядка 22 общественных организаций, соответственно, общественных экспертов привлечены к этой работе и Общественная палата Ивановской области. Продолжение следует...